Привет, друзья! Привет! Мощность невообразимого образа. Что это такое? Слушайте, это очень интересно. У нас критерии по методу ключ. При подборе различных упражнений, чтобы подобрать себе синхронное текущему состоянию действия, чем мы руководствуемся? Мы руководствуемся поиском максимально комфортного движения и максимального образа, который значим, и вот соединяем их между собой. Ну, например, представьте себе бесконечность. Ну, невообразимое это. Бестелесность, бесконечность, безвремение. Ну, такое вот нечто, ничто, пустота, всеобъемлющее, безвремение. Вот вы никуда не спешите в этот момент, в этот час, в это мгновение. Бесконечность. Представьте себе. А теперь представьте себе, например, легкость. Такая легкость, просто необыкновенная легкость. Легкость такая, что парить хочется. И паришь. Легкость. Безвремение. Бесконечность. Спешить некуда. Суеты нет. Такая гармония. Просто левитация сплошная. А теперь представь себе, пожалуйста, вместо этого, теплоту. Тепло. Теплота. Теплота. И вместо легкости представь тяжесть. Чувство тяжести. Чувство тяжести. Да, представь. И посмотри, какой образ у тебя быстрее реализуется. И зацепись за него. И побудь в нем немножко. И ты вдруг заметишь, что сам поиск этого образа, сам поиск этого образа, вызывает у тебя состояние переключения. То есть ты теперь сядь просто, сделай взгляд рассеянный, отпусти мысли на самотек. Посиди так одну минуточку. И начинай прислушиваться к тому, вдох у тебя теплее или выдох. Ключевое дыхание. Вдох или выдох теплее. Да, и все уходит в сторону, вся суета. И наступает это безвремение, бесконечность, бестелесность. Ощущение какой-то пустоты, какой-то легкости. Что я сейчас делаю, а? Я просто перечисляю разные образы. Да, на самом деле это не просто образы. А у вас происходит такое состояние, когда вы от всего как-то отвлекаетесь, переключаетесь. И в какой-то момент, когда задумаетесь, мысли текут бесконечно свободно, ничего внутри не задевая. Это же есть состояние между сном и бодрствованием. Состояние близкое, ну, к нулевому. К нулевому. Нулевое состояние. Такое состояние, когда на самом деле в этот момент вы не мешаете своему организму восстанавливаться. И там включаются гормоны, вместо адреналина, эндорфины, дофамины. Все лечится внутри. Это обычная простая методика самоисцеления. Так просто. А самая главная комфортность. Подбор всех приемов и упражнений по методу ключ. Двигательные или ощущенческие. Делайте в направлении поиска того, что вам синхронно. То, что вам естественно. То, что у вас получается. Сам процесс этого поиска, это, по существу, путь к себе. Потом вы приходите к этому состоянию. Такой глубочайшей успокоенности. А если вы это соедините с движениями потом какими-то, вы заметите, они у вас такие органичные. Так у вас легко получаются. Вы такой естественный, такой свободный. Да-да-да. Очень интересно. До встречи. Значит, нас ждет вебинар 25-го числа в 8 часов вечера по Москве. А еще нас ждет бесплатный ликбиец. И все будете выходить по желанию в Zoom. Мы будем там встречаться. Я буду отвечать на ваши самые волнующие вопросы. И таким образом мы быстро-быстро будем оздоравливаться. И быстро-быстро обучаться. Переходить из стрессового состояния в состояние творческое. До встречи, друзья.